«Год назад на район, в котором я живу, обрушился COVID-19. Это был первый очаг в Италии, а также Европе». Год назад итальянец Марцио Тониоло взял в руки фотоаппарат и начал делать снимки жизни в условиях локдауна. Его фотографии вскоре стали появляться в СМИ по всему миру. До пандемии он работал учителем начальной школы в тихом городке Сан-Фьеррано на севере Италии. А потом 21 февраля 2020 года в соседнем городке Кадония выявили первого в стране заболевшего. Его район попал в Красную зону, первую за пределами Китая. После этого Марцио начал документировать свою жизнь с женой Кьярой и дочкой Бьянкой, а также быт окружавших его соседей и других людей. Вскоре его пригласили на работу фото журналистом в крупные международные СМИ. Во время первого локдауна всё было в новинку. Люди только начинали привыкать к маскам, социальную дистанцию соблюдали редко. Никто и не подозревал, что это станет привычной жизнью для большинства населения планеты. Некоторые фото показывают жизнь в первой красной зоне Италии в феврале 2020 года. И эта фотография мне особо близка. Она показывает очень обычный момент в чрезвычайно необычный период. Теперь спустя год его семья снова сидит дома на карантине. При этом угроза коронавируса как никогда близка. Кьяра общалась с человеком, у которого выявили COVID-19. Теперь сидит в изоляции в своей спальне. «Кьяра и Бьянка едят вместе, разделённые дверью. Всё, через что мы сегодня проходим, имеет оттенок дежавю, поскольку мы вернулись на год назад. У нас такие же ощущения. Мы буквально чувствуем те же запахи и дышим тем же воздухом. Я не могу в это поверить». Кьяра тоже школьный учитель. Ей и её мужу скоро должны сделать прививку. Между тем, Бьянке в мае исполнится четыре. То есть пандемия продолжается больше четверти её жизни. «Не могу дождаться, когда закончится коронавирус. Я смогу снова увидеть друзей». «Держи!» «Держи!»